Добро пожаловать в Молодежную Хоккейную Лигу! Проект «Поколение МХЛ» приглашает вас стать частью чемпионата, который откроет нам новых звезд, потому что Молодежная Лига — это наше хоккейное будущее. Позади половина регулярного чемпионата, а значит, самое время подвести предварительные итоги сезона. Взлетная полоса, крылья Советов учатся побеждать. Рекорд результативности, самая крупная победа сезона и другие матчи недели. Команда «Зрелище» — омские и остреба оценивают собственные выступления. Великолепная пятерка самых красивых голов ноября. Ровно три месяца назад, 9 сентября 2016 года, возрожденные крылья Советов сыграли первый матч в чемпионате МХЛ. Началась новая история легендарного клуба. «Мы вернулись побеждать», — сказали они в присутствии 4,5 тысяч зрителей и обыграли питерское «Динамо» 2-1. Однако дальше молодую команду ждали трудности. В сентябре крылья еще одержали три победы, но октябрь прошел в холостую. Всего два очка в 12 матчах. «Мы понимаем, что провалили начало сезона. Сейчас выходим на каждый матч биться. Нельзя ни одного очка терять. Надо каждый матч выигрывать. Каждый сам себя старается насравить. И тренер насравит перед игрой. Нам нужно, нам это больше нужно, чем сопернику. Стараемся, бьемся». Как и полагается любому дебютанту, крылья Советов поставили себе цель попасть в плей-офф. Но после половины сезона отрыв от восьмого места более 20 очков. Игроки надежды не теряют, хотя и понимают, команда только строится. «Играли в разных командах все. И нет такого, что каждый друг друга знал, кроме самых молодых. Поэтому один из плюсов – это то, что мы успели сыграться. Но очень большие минусы, что пока нет результата. Но все еще впереди. Мы постараемся попасть в плово все-таки, как мы обещали. Но там будет дальше видно. Я считаю, что пока что больше плюсов, чем минусы». Главная проблема крыльев в обороне. Первый декабрьский матч ознаменовался тем, что московская команда пропустила 100-й гол сезонья. Юбилейная шайба на счету Никиты Куракина из того же питерского «Динамо». Так много на Западе не пропускает никто. Но даже голкиперы крыльев не теряют оптимизма и в первую очередь видят плюсы. «Наша команда хорошо играет. В принципе, хотелось бы, конечно, лучше. Но сейчас команда набирает ход. Набираем все больше и больше очков, поэтому пока все нормально. У нас очень сплоченная, дружная команда. Каждый друг за друга все-таки. Это очень важно. На самом деле, я считаю, что сплоченность – это самое главное качество в нашей команде». Построение сплоченной команды с самого начала было одной из главных задач тренерского штаба, составляют которой исключительно бывшие игроки крыльев советов. Самый опытный – Юрий Страхов. За команду из Сетуни он выступал 12 лет, а в качестве тренера работал в Германии, в молодежных командах «Химик» и «Спартак» и в юниорских сборных России. В помощниках у него две легенды крыльев. Первый официальный русский НХЛ-овец Сергей Пряхин и Виктор Гордию, а также завершивший карьеру в прошлом сезоне Юрий Ключников. Когда у нас были сборы, просмотры, смотрели же, кто на что способен, кто что может. Тренера, ну, посмотрели, на что способен я. Сразу сказали, что надо что-то исправить, в чем-то добавить. Понимаю ответственность из-за того, что я 97-го года уже намного старше других и поиграл в МХЛ уже достаточно. Надо каждый матч выходить и доказывать, кто лучший. Надо постоянно забивать, отдавать, помогать команде как-то. Нельзя сыграть один матч так, а на другой выйти. То есть я в том матче все сделал, теперь давайте выйти. Надо каждый матч показывать результат. Есть у крыльев советов и еще одна опора, которая поможет преодолеть сложности. Это болельщики. Даже по ходу неудачных серий на матчах в Сетуне не собирается меньше тысячи зрителей. Бывшему защитнику Атлантов и Спартака Павлу Бурунову есть чем сравнить. Очень благодарен им, что они до сих пор ходят на нас, несмотря на все результаты. Спасибо им огромное. Ну и, конечно же, что примечательно, это то количество, которое ходит. Это просто супер. Я играл во многих командах и в том же Спартаке. Возвлекаешь поддержку тоже хорошую, но крылья – это совсем другое. Здесь совершенно другой уровень. И даже несмотря на то, какая у нас была серия неудач, люди все равно приходят, поддерживают. Это заставляет играть. И от этого ей просто хочется играть, показывать результат. Да, не получается, но мы стараемся работать. Три непростых месяца позади. Впереди еще почти 30 матчей, но уже сейчас понятно – крылья вернулись. Осталось начать побеждать. Тайфун, несмотря на 13-е место на Западе, крайне неуступчивая команда. Череповцею удалось навязать борьбу «Алмазу», уступая со счетом 0-2. Провалили второй период полностью. Побежали атаковать. Все защитники, нападающие. Поэтому такой счет пропустили. Контратаки ненужные. Позиционной обороне безобразно сыграли, проиграли борьбу. В среднем «Тайфун» забрасывает менее двух шайб за матч, но «Алмазу» приморцы забили 4 гола за один период. Расслабились. Отсюда плача на результат. Чуть не поплатились. Могли потерять очки, но нашли в себе силы, поговорили. В третьем периоде вышли и достойно сыграли, я считаю, и забили нужный гол в конце. Помогло хозяевам большинство. В третьем периоде они дважды реализовали лишнего. Победная шайба уже пятая в сезоне на счету Никиты Лощенко. 5-4. Не без труда взял «Алмаз» 3 очка и в «Балашихе», хотя в первом периоде гости доминировали. За 20 минут хоккейный клуб МВД нанес лишь один бросок по чужим воротам. Первый период отвратительно отыграли. Очень отвратительно. Ни одного броска даже не нанесли. Противник нас полностью переиграл. Счет на 17-й минуте открыл все тот же Никита Лощенко. И на перерыв команды ушли с минимальным преимуществом «Алмаза». Сразу после паузы гости забили снова, но потом характер игры поменялся. Второй период выдался хороший. Мы завелись. Обидно, что пропустили первый гол. Очень быстрый. Потом заново пришлось собираться. Мы ничего, побились немного, вошли в игру. Потом сами все увидели. Пошло немного, не хватило чуть-чуть. Именно Денис Толпегин сократил отставание в счете до минимума. Но под конец периода Лощенко хорошо сориентировался на пятаке и забросил третью шайбу «Алмаза». Как выяснилось позже, вновь победную. Хоккейный клуб МВД хватило только на один ответный гол. Итог матча 2-3. Кузнецкие медведи потерпели три поражения за неделю и усложнили себе борьбу за плей-офф. Особенно неудачной вышла вторая встреча с «Реактором». Уже в первом периоде гости из Нижнекамска отличились трижды. Все видели прекрасно. Начало 20 секунд 0-1, 20 секунд 0-1. Ну, очень тяжело. Где-то ребята вчера еще какие-то эмоции смогли перебороть себя. Сегодня, к сожалению, этих эмоций уже не хватило. Видимо, какой-то небольшой спад у наших лидеров, а других людей, которые бы делали результат, к сожалению, на это место никто не хочет претендовать. Накануне, во втором периоде, медведи сравняли счет, но в этот раз таких шансов у них не было. Более того, Розату Тимирову удалось из своей зоны убежать 1-0, сделать в дубль и установить окончательный результат – 1-4. Розат – это бомбардир, понимаете? Это снайпер. Он забивал, забивал. Юношка везде забивной. А у нас молодежка у него не шла, не забивалась у него, не получалась. Сейчас вот он забил, и, скажем, пошла у него надежда на то, что парень разыграется, начнет забивать. Это его, ну, снайпер, он должен забивать, его работу забивать. Белые медведи в последнее время регулярно теряли очки и, видимо, очень разозлились на самих себя. Под горячую руку челябинцам попался Тюменский легион. В первые 10 минут ответного матча медведи забросили им 3 шайбы. Во вторые – еще 4. 7-0 после первого периода. По сути, игру можно было заканчивать. Но регламент такого не предусматривает, так что встреча продолжилась. Гости из Тюмени не могли оказать никакого сопротивления. Не выручали и вратари. В итоге результативным становился каждый третий бросок медведей. Итоговый счет 12-0. Самая крупная победа в лиге в этом сезоне. Как обычно, результативно проходят матчи в Хабаровске. Вторая игра с серебряными львами началась для амурских тигров лишь чуть лучше, чем для Тюменского легиона встреча в Челябинске. 0-5. Тигры уступали к середине второго периода. Пятый гол получился издевательским. Прежде чем отправить шайбу в ворота, Андрей Алтабармакян успел сделать два полных круга по чужой зоне. После этого тигры сменили вратаря. И в МХЛ дебютировал Владислав Юрченко. Своей игрой он заслужил похвалу партнеров. Поблагодарили за игру, сказали с дебютом. Шайбу первую подарили. С которой я вышел на лед. Которая была на льду в то время, как я начал игру. Впрочем, первый гол новичок пропустил быстро. Уже через три минуты после выхода на лед. К третьему периоду счет был 1-6. Но тигры не сдались без боя. Ребят попросили, в общем-то, не складывать оружие, не сдаваться и постараться сыграть в хороший хоккей и порадовать болельщиков все-таки своими голами. Да, не получалось никак, не могли в той игре забить. И в этой игре тоже не могли никак сломить. Вроде были моменты, но наши нападающие не хватало. Это очень точное описание того, что произошло дальше. Отставание в счете сократилось до трех шайб. Даже после еще одного гола Серебряных Львов хозяева продолжали атаковать. И на последней минуте отличились еще раз, установив окончательный результат 4-7. Лучшая атака, не очень надежная оборона и наибольшее количество овертаймов. Омских ястребов по праву можно назвать самой зрелищной командой первой половины регулярного чемпионата. В середине сезона мячи оглянулись на проделанный путь. Сначала как-то непривычно было, ребят не знали еще толком. Ну, турнир вроде выиграли на первом месте, потом потихоньку как-то познакомились и более-менее уже что-то начало получаться. Сыгрывались тройки, сдружились и стали одной командой, которая идет к цели. После 35 матчей у ястребов больше 150 заброшенных шайб и больше 100 пропущенных. При этом в первую команду, пусть и ненадолго, чаще поднимались защитники. Ребята все смотрят на первую команду, все стараются попасть туда. Ребята с первой команды для них примеры и какие-то хорошие моменты оттуда для себя замечают. И я думаю, это очень сильно помогает. Ворота мячей в первой половине сезона защищали уже 4 голкипера. Но Константин Лобачев, безусловно, и первый номер. Он отыграл уже почти полторы тысячи минут. В принципе, это для меня не в новинку. Я привык еще в последние годы по школе. Я много играл, практически один. Как бы особой тяжести в этом нет. Привычно для меня. Главный тренер в оценке промежуточных итогов строг. По его мнению, у омских ястребов все еще впереди. У нас сейчас практически 70% команды новых. Пока они сейчас валют, это нужно до нового года. Потому что все не делается так быстро. Но ребята понимают, они пытаются. Бьются, стараются. Пытаются привыкнуть к нашему быту. Привыкнуть к нашим тренировкам. К нашей атмосфере. Но, по крайней мере, они работают. Пятерку лучших голов ноября открывает атлант Артем Александров, которому после прохода партнера оставалось только завести шайбу в пустые ворота. Рижанин Фрэнкс Разголс в ноябре набирал очки во всех матчах и стал лучшим нападающим месяцем на Западе. Но в его победной шайбе в ворота Чайки в первую очередь прекрасен пас. Вот так красиво Кузнецкие Медведи начали сверхрезультативный матч, в котором и в гостях обыграли омских ястребов со счетом 8-7. Одним движением Сергей Мельников и из Снежных Барсов принял сильный пас, сделал улитку и обыграл защитника и вратаря. Второе место. Лучшая шайба месяца на счету спартаковца Юрия Шустрова, который в одиночку элегантно обыграл трех полевых и вратаря питерского «Динамо». Начало второй половины регулярного чемпионата дарит новые интриги. На Западе все три лидера стали терять очки, запутывая борьбу за первое место. А «Амурские тигры» дарят шансы на попадание в «Восьмерку» питерскому «Динамо» и «Чайке». На Востоке реактор готов бросить вызов лидерам, для которых каждое поражение становится все более опасным. Во второй половине таблицы набрали ход сибирские снайперы. В списке бомбардиров на третье место вернулся Андриэл Табармакян, пропустивший несколько матчей из-за командировки в «Высшую лигу». 13 очков в двух играх с Тюменским легионом позволили ворваться в топ-5 Михаилу Коновалову. Вратарь сарматов Данил Кудашев позволил грозным стальным лисам забить лишь две шайбы за 120 минут и поднялся в пятерку лучших вратарей сезона. Чемпионат молодежной хоккейной лиги пошел на второй круг. Цена каждого матча возросла, ведь теперь исправлять ошибки будет некогда. А значит, на следующей неделе нас ждет еще больше бескомпромиссных битв в проекте «Поколение МХЛ». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова